Девушки отдыхают Может учение? Задержать БМВ пятой модели темного цвета Внутри особо опасные преступники Вооруженные стреляют на брожение Лех, меня как-то зацепили То ли я спалился, то ли сигнализация у них какая-то сработала Черт, тут перекрыто все Лех! Внимание всем! Перегреться на круге, ход 9 Никого не пропускать! Остановить все движение до особых распоряжений! Живой? Прорвался? Не знаю надолгое Лех, тут везде кордоны У меня сначала одна тачка на хвосте повезла Еле скинул, потом этот блок Да ладно, как проскочил? Летел в них Моя тачка не рабочая, я на ментовской Может она поможет проскочить? Заезжай где затеряться можно и бросай ее Там маяки могут засечь Да знаю ее Дело сделал? Да, а ты? Разумеется Удачи, друг Связь, как только поймем, что тихо Добро! Сидите! Павел Дмитриевич Нападение на наряд ДПС В форде был один человек вооружен По предварительному описанию Круглов Ушел? Завладел милицейской машиной Преследуемый ищем Стоп! Один? Так точно А где Смолин? Может они разделились? Спецгруппа прибыла за три минуты И засекли только одну машину Ну все, значит его там не было Может прикрывал? Прикрывал Обычно Смолин себе берет самое сложное Вилка! Что? Двойная угроза А он где-то еще Он что-то еще сделал Или готовит? Ну дом вашей, большей жены Подохранной спецназа А что для него важнее и опаснее? Его ребенок Точно Стриж спустился Сообщай По голове нос не погладят Ну что? Сообщай, сообщай Ну что остановились? Работаем, работаем Как он украл ребенка? Чисто! Павел Дмитриевич Машину Круглового перехватили На ежа наехал Бросил во дворах Все силы туда Остаешься здесь Координируешь нас отсюда Найдите такой же телефон И поставьте мою симку Есть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знал, что ты прорвешься. Не в этот раз, Лех. Круглый. Я на чердаке какого-то дома, а там внизу кого только нет. Менты шерстят улицы, за дворы взялись. Скоро за подъезды возьмутся. А мне тут часа два, наверное, осталось. Могите много. Слушай, Лех. Может, я прыгну, а? Где ты? Лех, даже не пытайся, я тебе не скажу. А то еще и тебя убьют. Хоть ты и спасешься. Круглый, где ты адрес? Леха, я тебе не скажу. Я лучше прыгну. Где ты, круглый сука? Прости, друг. Но я все-таки прыгнул, чтобы ты не выбирал. Если ты не скажешь адрес... Или сейчас прыгнешь, я... Я знаю, где живет твоя мать. Лех, ты что? Я приду и убью всех в этой квартире, понял? Я убью всех, я даю тебе слово. Я даю тебе свое слово. А ты знаешь, что это такое? Ну, давай. Ну, давай, прыгни. Давай, убей свою мать. Союзный проспект. Дом, кажется, 9. Высотка. Все, наше оружие на складе. Да, все, что было там. На связи. Паша, я должен отъехать на некоторое время. Пап, я боюсь. Ты мой сын. Это значит, что ты ничего не можешь бояться. Особенно таких пустяков. Если нажать вот эту кнопку, ты позвонишь тете Марине. Что нужно сделать, чтобы позвонить тете Марине? Нажать вот эту кнопку. Молодец. Правильно. Сиди, ничего не бойся. Да, хочешь спать, спи. Хочешь играть, играй. Если прозвонит будильник, а меня не будет, значит, позвонишь тете Марине. Тогда расскажешь ей все, и она, она... Так она заберет тебя. Пап, а ты потом попозже приедешь? Я тебя люблю, сынок. Я тебя очень люблю. Пашка, прости меня. Прости меня за все. Если прозвонит будильник, а я не приду, значит, я никогда не приду. Понял? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Товарищ полковник, дворы все проверили? Подъезды почти все. Подвалы, чердачные помещения и квартиры. Что, все? Да, все. Но у нас же нет столько людей. Квадрат большой. Поднимайте всех, кого можно, с других ведомств. Ментов пусть с соседних районов присылают. Если надо, я сам по квартирам пойду. Давайте, давайте, в темпе. Есть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Толстяк, ну ты там жив еще? Пока да. Но они уже за этот дом принимаются. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты... Ты что, там плачешь, что ли? Да пошел ты! Тут такой сквоздяк. Уже задницу продул. Да пускай это будет твоя самая большая проблема. Ладно. Слушай сюда. В общем, я был на складе, взял, что мне нужно. Вижу твой дом. Подъезжаю к тебе. Слушай, Лех, я тебя в последний раз спрошу. Откажусь от этой затеи. Но это бессмысленная хрень. Ну подумай, Саня. Какая ты все-таки зануда круглая, а? Лех, ты видел, сколько их там? Даже если ты часть из них отвлечешь, мне все равно не прорваться. Понимаешь, мне не прорваться. Пи***й, круглый, прорываться никуда не надо будет. Я сам за тобой приду. И хрен кто меня сегодня остановит. Да, Лех, чекисты наверняка здесь. Пепелов. Так это же просто праздник какой-то. Ладно, все. Я рядом. Иду. Жди звонка, круглый. Когда позвоню, тогда выходи в подъезд. Спасибо тебе, Лех. Спасибо, что мне бросили. Ты же мой единственный друг рукой. Ну что, мусора, как дела-то? Субтитрыしい. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как же я вас всех не вижу. ВЫСТРЕЛ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Доброе утро, сображдане. Сейчас вам будет, суки, хаос и паника. ВЫСТРЕЛ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что за взрывы? Федоск морен. Где это, Стояновцы? Едут. За мной. Вон, из окна дым валит. Отпускаешься? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА К тебе заходи. Алло, ты где? Ты где, алло? Чё это было, Алёх? Дед Мороз приехал. Снимай шапку на тебя, войной, быстро. Специально побольше взял. Граждане, на улице террористы. Срочно по квартирам. Срочно, срочно. Ты видел, кто стрелял? Мент стрелял. Что? Да, вон в форме был. Капитан. Всем быть внимательными. Подозреваемый в форме милиционера. Возможно, капитан. Он пришёл ему на помощь. Пришёл на помощь. Он где-то рядом. А не где-то здесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стойте! Где твоя тачка? За ней не добраться. Выйдем на дорогу, поймаем любую. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это Смолин! Я отстреливаю вражок, и рвём до дороги. Я отстреливаю вражок. Кость пробита. Я вышел на ходок. Прикройте! Ты что, встал? Уходи. Давай, уходи. Уходи! Срочно скорую. Андрей, вызывай скорую. Его жизнь сейчас очень ценна. Что случилось? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Узнаю тебя брюшни. Ну, вот и все, Круглов. На этот раз точно. Оно того стоило? Оно? То, что ты получил взамен. Деньги, иногда покататься на дорогой машине, бабы. Оно стоило того, чтобы до конца жизни смотреть на северное небо через колючую проволоку. Значит, судьба такая. Не ты ее выбрал, Виталий. Не ты. Слушай, Белов, ведь ты же Белов, так? Давай сэкономим наше время. Тебе не надо пляски вокруг меня плясать, а мне тебя слушать. Я тебе не скажу ничего. Очень жаль. Я бы мог многое тебе предложить взамен. Многое? А ну-ка, на одно свидание побольше? Камеру пошили? Не только. Ты хоть знаешь, кого ты мне предлагаешь сдать? Моего единственного друга, с которым мы с самого детства вот так. Или нет. Пожалуй, я его тебе сдам. Но при одном условии. Я слышал, у тебя жена красивая. Ты приведи ее сюда, я ее трахну. Тогда все расскажу. Здравия желаю. Доброе утро. Ты только подъехал, что ли? Товарищ полковник, вот Юрий Чазов, один из моих подчиненных, давно вместе работаем. Ну что там, в молчанку играй. В посылайку. Понятно. Но пока время на нашей стороне, нужно из него вытащить все, что он знает. Вот, Юрий, мог бы ее допросить. В смысле? Ну, в смысле. Сделать его более разговорчивым. Майор, ты себя нормально чувствуешь? Он будет обвиняемым на одном из самых громких судов. Нет, товарищ полковник, вы не так поняли. Никакого пристрастия. Химия. Только химия. Под мою ответственность. Нет. Под мою ответственность. Это мой приказ действовать. Слушаюсь. Я там нужен? Ну, вы такое часто делали? Тогда не нужно. ЗВУКИ ЗАГАРЫ ЗВОНОК ПАПА! ЗВОНОК ЗВОНОК ПАПА! Я немного задержался, сынок, прости. Иди, собери свой рюкзачок. Не одевайся. Иди. Вы врачи? Он, да. Что вам надо? Ничего. Теопенталнатрия? Угу. А что, эксперименты? Есть экспериментальный состав на основе гексонала. Ну, нет. Это не место для экспериментов. Э, вы что творите? А ты позвони в Международный суд по правам человека и спроси дни приема. Какую дозу? Максимальную. Я бы так не рисковал. У него была операция, потеря крови, панестезии делали. Мало ли как эффекты наложатся. Как себя поведет сердце, не знаю. Я с ним не ручаюсь. Ну, ладно. Обычно. А что? Я вам не дам это влечь. Да что ты испугался? Обычным лекарством. Обычное лекарство. Вот это, вот это. Все. Виталик. Виталик. Как тебя чаще называют? Круглый. Леха по жизни. Мы с детьми с ним вместе. Я и толстым-то не был. Круглов Круглый. Можем. Круглый. Это я. Леха Смолин. Слышь меня, Круглый. Леха. Леха. Уходи. Леха. Валить надо. Бери Пашку. Уходи. Всех убьют. Леха. Круглый. А куда мне деться? Скажи, куда мне идти? Леха. Я. Прости. Леха. Гарик хороший. Парень. Эй. Круглый. Скажи, куда идти мне? Куда идти? Они все узнают. Леха. Ты сам говорил. Все пробьет. Вали с хаты. Леха. Круглый. А где я? Я ведь не знаю. Где я? Что за хату? Они пробили. Тачку пробили. Это Рыжего. Он отца взял. Покататься. Помнишь? Эй. Круглый. Круглый. Ну, оставайся со мной. Помоги мне. Куда мне идти? Что за хату спалили? Хату я жесткая. Сидите. Высотка. Красиво. Сок. Высоко. А я высоты боюсь. Ну, что? Все. Чисто. 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 Я не удивлен. А я, если честно, то да. Думал, что возьмем. Думал, что он доверяет Круглову на все сто. Даже не предполагается, что он может его слить. Я тебя умоляю. Он же не дурак. Он знает, что существует препарат. Да. Тут маму родную сдашь. Даже потом не вспомнишь. К сожалению, этого нельзя использовать потом на суде. Вообще, на верном ли мы пути? Жил ли здесь Смолин? Может, Круглов знал, что есть такая хата у Ежова? Может, здесь какая-нибудь встреча была? Стрелка? Стрелка достаточно сложно установить конкретные данные при помощи химии. Он жил здесь. Это его дом. Почему вы так думаете? Не знаю. Может быть, это покажется тебе смешным? Я чувствую его присутствие. Я уже начал чувствовать его присутствие. Он был здесь. Причем был здесь совсем недавно. Да нет, почему? Я смеяться не буду. Мы чувствуем больше, чем осознаем. И еще я осознаю кое-что. Что? Он знает все наши ходы. И он спрятался так, что нам его не найти пока. И у него будет время подумать. А это самое страшное, когда у него есть время подумать. То есть вы считаете, что он не остановится? Он же всего лишился. Людей, поддержки, денег. Деньги у него какие-то есть. И деньги немалые. А насчет всего остального я не думаю, что это его остановит. Он будет возвращаться снова и снова. Пока один из нас не будет мертв. Пап. Пап. А спать где будем? Здесь. Здесь есть такие мягкие штуки. Спальные мешки называются. Теплые, удобные. Ешь давай. А мы здесь жить будем? Совсем недолго, сынок. Совсем недолго. Паша, я люблю тебя. И любила всегда. Я знаю. Самоуверенный ты, Тим, Белов. Наташа, я тоже тебя люблю. И ты тоже это прекрасно знаешь. Я должна тебе рассказать кое-что. Кое-что очень важное. Я ужасно боюсь. Ужасно боюсь. Боишься? Я боюсь, что если я тебе это расскажу, то это разрушит то, что между нами есть. Хрупкое. Наташа. Я тебе обещаю, чтобы ты сейчас не сказала... Паш, ты не можешь мне обещать. Ты даже не представляешь, о чем речь. Так, стоп, тихо. Тихо. Давай так. Я ничего не хочу слышать. Что бы это ни было, я ничего не хочу знать. Сознательно отказывайся. Я так не смогу. Ладно. Тогда давай так. Когда эта вся ситуация разрешится, а она разрешится, когда наши нервы не будут расшатаны до предела, ты расскажешь мне обо всем, о чем хотела. Так ты сможешь? Так смогу. Разрешите? Разрешаю. Спасибо. Товарищ полковник, я еще раз допросил Круглова. Я думаю, что он знает, где Смольница сейчас. С чего ты взял? Я вижу людей насквозь. Особенно простых. Ну, а круглых простых. Ну, чего ж тогда он такой простой, ничего не ответил вам конкретного под препаратами? Да почему? Наверняка из-за этого бессвязанного потока слов что-то и было ответом. Только вот что? Суть в том, что под воздействием препаратов человек не может дать конкретного ответа или сложных данных, типа адреса или номера телефона. А может, этого места вообще не было адреса, как у гаража, где взяли младшего брата. Тогда он тебя питал, не поможет. Из того, что ты пришел, я понимаю, ты знаешь, что поможет. Да? Не наверняка, но с хорошим шансом. В общем, Круглову нужно предложить полную амнистию за Смольна. Этим его не обманешь. Он не поверит тебе. Ну, во-первых, не мне, а вам. А во-вторых, не надо его обманывать. То есть ты мне предлагаешь поменять одного преступника на другого? Да у Круглого трупов не меньше, чем у Смолина. Мы не сможем сделать ему амнистию по закону. Товарищ полковник, при всем моем уважении, если бы мы действовали по закону, они бы оба гуляли до сих пор. Ой, ну он усмешил, старика. Трава-то ничего была, полковник? Ты посмейся, Круглов, посмейся. Тебе только это и остается. Как мне не смеяться, когда ты тут такое вытворяешь? Ты бы еще сказал, что мне орден дадут за то, что я стучать начну. Нет. Похоже, вам придется к старым дедовским методам обратиться. Я вообще удивляюсь, почему вы до сих пор их не применили. А я хоть заодно посмотрю подвалы Лубянки. Я тебя разочарую, Круглов. Там всего лишь гараж. Давай вернемся к моему предложению. Оно настоящее. И работает оно следующим образом. Я договариваюсь с руководством, и мы разваливаем дело. Изымаем все улики, выводим тебя из-под всех подозрений. Делаем тебя таким дурачком, который только свидетель дает о по одному эпизоду. Ну и что, отпускаете? Да. Ну, прежде цепляем вот эту штучку. Снимать ее нельзя. Это постоянный сигнал. Попытка снять маленький взрыв. И что, я сдаю тебя Смолина, снимаю эту хрень, и типа все, разбежались? Ну, это ты погорячился. Это останется с тобой навсегда. Полный и тотальный контроль на всю жизнь. Одна маленькая ошибка, сделай что-нибудь не так, и сядешь навсегда. Дерьмовенькая жизнь. Любой из тех, кто сейчас сидит на пожизненном и осознает, что проведет свои дни до конца в этой клетке, никогда больше не проснется в теплой постели с женщиной, не поест в кафе, не искупается в речке. Она даже просто так по городу не прогуляется. сделает все, что угодно, лишь бы получить шанс. Только шанс прожить ту жизнь, которую ты называешь дерьмовенькой. Смолин отобрал у тебя жизнь. У тебя же еще может быть семья. Жена, дети. У тебя еще есть шанс прожить ту жизнь, которой у тебя никогда не было. Как уж ты там со своей совестью разберешься, это уже твое дело. И ты хочешь, чтобы я поверил, что если вот это все прокатит, вы через полгода не подошлете ко мне по-тихому своего стрелка? Твоя беда, Курглов, в том, что ты всех меряешь по себе. Ты можешь хотя бы предположить, что я не такой же кровожадный, как ты. И любая жизнь, даже такая, как твоя или Смолина, имеет для меня ценности. Если бы сейчас по щучьему велению мне предложили бы два варианта, убить Смолина или посадить его, я выбрал бы второй вариант. Мне не нужна месть. Мне нужна расплата. Здравствуйте. Здравствуйте. Для Новосибирска фирменное СВ на 27 число, 12.30. Оба места. 20 тысяч, 400 рублей, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. На 30 число из Новосибирска в Киев самолет. Вечерний рейс. Тоже два? Нет, один. Здорово, сынок. Ты что в мешке-то? А? Ну-ка, давай вставай. Что ты тут запахнулся-то, а? Пап, мне холодно. Тебе что продуло, что ли? Не знаю. Я же тебе говорил, укрывайся. Так, я сейчас сделаю тебе чай горячего, попьешь. Я за доктором, в крайнем случае за лекарствами. Папа, ну уходи. Лежи, ничего не бойся, я скоро. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Белов. Есть, товарищ полковник. Что есть? Я же ничего не приказывал. Да нет, нет, не в этом смысле. Результат есть. Сломался кругло. Что? Да, недолго протянул, как свобода замаячила. Готов говорить, готов пойти на сделку, но ему нужны ваши личные гарантии. Я уже еду. Я на месте, жду. Открывай, я же слышал шаги, Ланчак. Ты что, спятил? С ума сошел ко мне домой приходить? Я не мог позвонить. Избавился от аппарата, там все номера не успел приписать. По сети нельзя было написать? Я бы дистанционно ответил. Все, Леша. Что все? Это уже безумие. Не рассчитывай на меня больше. После того, что вы натворили, я вообще удивляюсь, как ты жив ходишь. Знаешь, Ланчак, я тоже. Может быть, даже побольше твоего. Собирайся, поехали. Леша, я же сказал, нет. После того, что вы натворили, меня, если поймают на этой помощи, мне минимум лет 10 появят. Знаешь, Ланчак, я всегда уважал врачей. Есть в них что-то по-настоящему благородное. И ты мне был глубоко симпатичен. Поэтому я не хотел бы доводить до этого. Но без тебя я никуда не уйду. Чего бы мне это ни стоило. И во что бы мне это ни стоило. Плюс тройная цена. Плюс ты не пулю из бандита будешь вытаскивать, а сына моего посмотришь, который заболел. Жди меня. Итак, ты хотел меня видеть? Да. Вы видишь нас на Смолино? Я не хочу всю жизнь гидеть в тюрьме. Я всегда хотел только одного. С самого детства. Жить достойно. У нас в семье ничего не было. А хотя вокруг совок, остальные вроде нормально жили. Но мне надоело на это смотреть, когда мы последний хрен без соли доедали. А потом и с вами закончилось. Моя мать не могла мне дать того, что было у других. Я ее и не виню. Она одна была. Но вот когда я добыл свои первые бабки, я дал себе слово. Никогда. Больше никогда не буду жить в нужде. И никто не скажет мне, как я должен жить. И мне плевать, на что мне надо будет пойти ради этого. Ты чего, Круглов, хочешь? Чтобы я, человек, имеющий звание кандидата наук, старший офицер госбезопасности на руководящей должности, отец с 10-летней девочкой, слушал тебя, дурака с девятию классами средней школы, и философию, о чем у них лучше, и я себе слово дал, чтобы я выслушивал твои бреди из разряда «не мы такие, жизнь такая»? Да нет, Круглов. Это вы такие. Было бы ты на моем месте. Да я на своем месте. А ты, как видно, на своем. И на очень правильном. Я тоже в неполной семье рос, в детстве небалованный. Но вот как-то стараюсь по совести жить. Стараюсь людям помогать не только по долгу, но и по жизни. И знаешь, даже есть чем гордиться. А если меня убьют такие, как ты, я, по крайней мере, буду знать, что жизнь зря прожил. И людям помогал. А тебе есть чем гордиться, Круглов? Ну, хоть чем-нибудь. Или то, что ты не в нужде живешь и плевать, что для этого нужно, это уже отличный повод? Тебе плевать на мою философию, а мне на твою. И нахрен мне вообще чем-то гордиться? Разумеется. Просто я хочу, чтобы ты понял, что значит для меня тюрьма. Это самое страшное, что такое может случиться в жизни. Хуже любой нищеты. Ну, ты понимаешь, надеюсь, что дело не в самой тюрьме. Зэги там всякие. Понятия, сроки. Здоровье, смерть. Несвобода. Самое страшное – это несвобода. Ну, вот у тебя и есть отличный, хоть и незаслуженный шанс изменить все это. Да погоди ты, Белов, не перебивай. Не в смысле там несвобода передвижения. Несвобода выбора. Когда вообще выбора нет. Там ведь даже и подохнуть, если у вас захочешь. Ну, это так-то и просто. Это настоящий ад для меня. Самое страшное, что такое может быть. Чего скрывать, Белов? Я тебя ненавижу. Тебя и всех вас, комитетчиков, ненавижу. Гораздо хуже мусоров. Если тюрьма – это ад, то ради своего единственного друга я шагну в этот ад с удовольствием. А вот этот твой взгляд будет меня греть каждый день моего пожизненного срока. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СМЕХ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СМЕХ 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 ХАЮ Ну, 39. Надо делать укол, жаропонижающий. Что это может быть? Похоже на какую-то инфекцию. Хотя, если ты говоришь, что все сразу началось... Понимаешь, я... Когда забирал его... В общем, мы шли до машины ночью, он в пижаме был. Боже. Помоги мне. Ситуация этого требовала. Сейчас, мой дорогой, сейчас. Тихо, сынок. Серпи. Надо делать флюорографию. Похоже на воспаление легких. Ты издеваешься, что ли? Я? Это ты издеваешься над ним? Я не могу его отправить в больницу. Нам скоро уезжать. Леша, это ребенок. У него не самое крепкое здоровье. Я бы даже взрослому не посоветовал бы с таким воспалением куда-то ехать. А тут... А что, если осложнение вдруг? Ладно, флюорографию мы сделаем. Ты сможешь его здесь вылечить? Леша, это не так просто. Я должен давать ему антибиотики. Это же надо анализы делать. Причем здесь это? Ну, ты можешь положить сколько угодно, но это не сотворит чудо. А что, если осложнение? Если потребуется вмешательство, если вдруг жидкость в легких, что тогда? Опять-таки, анализы. Надо следить за состоянием. Это твой сын, да? Я понимаю, что если ты его выдашь, ты его уже никогда не увидишь. Да. Выбор не из легких, Леш. Но пойми, что на другой чаше весов может быть его жизнь. Ты сможешь его забрать на время? Леша, я не сестра милосердия, не друг твой и не больница. Я заплачу тебе денег. Это ни при чем. Хорошо, я возьму его на три дня, пока жены нет. Сделай кое-какие анализы. Флюорографию. И будем надеяться, что все не так серьезно. Я отнесу его в машину. Да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Белов. Павел Дмитриевич, вы уже у себя? Странный вопрос, Аня. Ты же звонишь мне на стационарный телефон. Простите, я так просто для порядка спросила. Вас ждут в зале. Кто еще? Директор. Что? Олег Евгеньевич? Доброй ночи. Ну, я думаю, осталось уже немного. Мы уже рядом. Близко разбили почти всю группу. Ежов, Смолин, Младший, Круглов. Да остался только сам Смолин. Ладно, черстнем со Смолиным. Что случилось? Надеюсь, что ничего. Дай сотовой. Один. Андрей, пусть пока у тебя побудут. Подожди там. Вы что, боитесь, что кто-то может подключиться к микрофону аппарата? Я ничего не боюсь. Я просто волнуюсь. И волнуюсь за тебя. А предосторожность не бывает лишней. Какой бы пост и не занимал. Слушай меня, Павел Дмитриевич, разговор-то, по сути, короткий. Мой старый друг фамилии не называем. На высоком посту в главной военной прокуратуре. Главная военная прокуратура курирует нас. Им поступил сигнал из СКР. Там отрабатывают связи каких-то воров в законе. В подозрение попал наш человек. Из моей группы, да? Ну, как же так? Я же всех тщательно отбирал. Кто же? Черт, Денисов. Майор Денисов, да? Нет, Павел Дмитриевич. Ты. Информации немного. И это не улики ни по какому делу. Но это возможное доказательство связи. Они держали под колпаком известного вора в законе. Некоторое время назад у него была встреча. Отработали человека с твоей бывшей женой. Ты, скажешь, стали копать. Наткнулись на тебя. Вы снова живете вместе. Передали материал прокуратуре. А те по старой дружбе шепнули мне. Павел Дмитриевич, пожалуйста, скажи, что я могу быть спокоен. Олег Евгеньевич, слово офицера. Вы можете быть спокойны. Я чисто ни в чем не замешал. Но я теперь вряд ли могу быть спокойным.